Ольга Ясинович – тренер-преподаватель высшей категории Брестского областного центра Олимпийского резерва по водным видам спорта. В профессии Ольга около 13 лет и относится к ней с большой любовью и ответственностью. Сейчас под патронажем Ольги Ясиновича находятся 15 спортсменов, и из них она создает настоящих победителей. У молодого тренера это получается неплохо, и на это есть несколько причин. В классе 11-м как-то начала задумываться, что же дальше, какие перспективы, и поняла, что мне достаточно нравится то, чем я занимаюсь, плавание. Но в какой-то определенный момент мои спортивные результаты перестали расти так активно, и я начала задумываться о том, что хочу попробовать себя в роли тренера. С течением времени знала, что в Брест открывается центр, приехала, поговорила с руководителем этого центра, и вот с тех пор, в принципе, с 2009 года работаю в должности тренера в Брестском центре Олимпийского резерва, и, в принципе, мне это очень нравится. График работы у Ольги плотный. Нередкий случай, когда с 6 часов утра она уже в бассейне. Между тренировками не всегда есть свободные минуты, чтобы просто отдохнуть. Но Ольга не унывает. Она горит в своей работе и с удовольствием отдаёт ей всё своё время. Что касается дисциплины, она весьма строга к себе в этом плане. Приучает к неукоснительному её соблюдению и начинающих пловцов. Режим, дисциплина, постоянные тренировки – это работает. Но секрет успешного тренерства заключается в другом. Секрет в очень хорошей команде, потому что мне одной было бы очень сложно, даже было бы нереально достигнуть такого результата со спортсменами. У нас в сборной есть очень хороший психолог Инна Александровна Чаракова. У нас в Бресте есть очень хороший научный сотрудник Игорь Юрьевич Михута. Он работает в университете имени Пушкина и реально обладает очень современными технологиями и средствами тестирования, оценки функционального состояния детей. Поэтому это очень большая команда во главе с директором этого центра, где предоставлены просто лучшие условия для подготовки детей. Об Ольге Ясинович ее коллеги говорят так. Она энергичная, ищущая, интересуется различными методиками и опытом зарубежных тренеров-преподавателей. А главное – она справедливая. О том, что работать с Ольгой несложно, не понаслышке знает тренер-преподаватель Светлана Федотова, которая работает с ней рука об руку 10 лет. Уживаемся мы очень замечательно. Споры, если есть, то не только по работе. Так вот и сложилось, что дисциплина у всех строгая, поддерживалось это. Ну и все. А потом дальше больше соревнований. Кто-то из детей лучше, она поехала вперед. Ну, а я уже на подхвате, когда она вот есть. Результаты ребят, которых тренирует Ольга Ясинович, не заставляют себя долго ждать. Взять, к примеру, прошлый спортивный сезон, который хоть и был достаточно сложным, но стал успешным для спортсменов. Много личных рекордов и медалей. Одним из знаковых награждений стала честная невоспитанница Ольги Ясинович Анастасия Шкурдай, которая стала обладательницей золотой медали, установив национальный рекорд Республики Беларусь. Феерический успех ученицы стал не менее ярким достижением тренера Ольги Ясинович. Она признана Человеком Года в сфере физической культуры, спорта и туризма. Это было действительно очень неожиданно, потому что в Бресте, я считаю, довольно спортивный город. Гандбол, футбол, хоккей, легкая атлетика. И нам действительно в этом году удалось выиграть золотую медаль на Европе, и в Европейский фестиваль неплохо очень выступить. Поэтому я очень рада, что труд, мой труд, и мои команды, люди, которые с нами работают, его оценили таким званием. Ирина Кузьмич, Эдар Бакунович, Дмитрий Латарчук, телекомпания БУК-ТВ.